В эфире телеканала Баврусь в 360. Итоги недели. С вами Мария Бересневич. Здравствуйте. Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. И вот о чем расскажем сегодня. Сделали заботу об оставленных детях образом жизни. В Бавруське открыли седьмой дом семейного типа. Расскажем, сколько малышей больше не чувствуют себя одинокими. Они прославили наш город. Десятку лучших спортсменов 2019-го наградили во Дворце искусств. Дети Нового года. Сколько с начала месяца в Бавруське родилось малышей? Узнаем. Бокс объединяет страны. Матчевая встреча собрала спортсменов из России и Беларуси, кто оказался самым сильным и бесстрашным. События высшего эстетического наслаждения. Рождественский новогодний бал прошел в стенах областного театра драмы и комедии. Также в итогах недели шенген за 35 евро или стало дешевле. Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима. И крушительная человеческая ошибка. Новые подробности авиакатастрофы над Тегераном потрясли мир. Седьмой в Бавруське и 50-й в области. В городе перерезали красную ленту дома, где без преувеличений поселилось счастье. Уют и тепло в семье Парфеновых обрели пятеро приемных детей. При этом каждый малыш со своей историей и судьбой. Это с учетом того, что своих сыновей и дочерей у мамы с папой четверо. О поддержке государства, города и людях с большим сердцем смотрите прямо сейчас. На Комсомольской 159А поселилось счастье. А точнее, оно переехало из седьмого микрорайона. Речь идет об открытии дома семейного типа Парфеновых. Людей, для которых забота об оставленных родителями детях стала образом жизни. Потому в знак признания от областного и городского исполнительных комитетов комфортабельные условия для воспитания детей. Без пометки «сирота». Сегодня в дружном семействе воспитывают девятерых детей. Четверо из них биологические, остальные приемные. Хотя Парфеновы не делят мальчиков и девочек на чужих и своих. Сама же история началась не в 2015-м, когда официально появился статус приемных родителей. А именно в тот момент, когда Татьяна и Николай переехали в дом, который находился возле детского дома. С тех пор их сердца и растопили малыши с грустными глазами. Мы взяли Захара, ему было два годика. Вот и так вот как-то. Потом через год у нас появились Ираника с Арсеньем. Они с нами прожили два года, потом вернулись к своим родителям. И как-то потом. Потом у нас появилась Вика. Потом появились Милана, София. Моя семья для меня все. Скажу больше. Я в них влаживаю все, что можно вложить. Заботу, душу. Они все. Это моя жизнь. Я привыкла жить в таком ритме. Я привыкла помогать своим детям, наставлять их. Жить без семьи, без никого. То есть даже страшно, как говорится, подумать. Семья – это есть семья. А хочется после работы возвращаться домой? Конечно, обязательно. Я даже езжу по командировкам. То есть когда едешь, уже знаешь, что задерживаешься. Бывает, даже едешь на длительное время. И скучно очень. То есть хочется быстрее к семье. Должна быть какая-то гордость. За своих родителей. Они сделали большой шаг в развитии и помощи детям, которые нуждаются в этом. Еще недавно Парфеновы жили в трехкомнатной квартире на проспекте строителей. Как говорится, в тесноте, да, не в обиде. Однако куда приятнее дом, где все предусмотрено. Особенно, когда есть семь полоценных комнат, гостиная, зал, просторная кухня, санузлы и даже помещение для хранения игрушек и футбольных мячей. Во время строительства жилища, которое предусматривалось инвестиционной программой Могилевской области, специалисты предусмотрели все до мелочей. Такой проект Бобруйского завода КПД первый в городе. Мы его буквально в течение 2019 года именно планировали и проектировали. В результате чего, я уверен и считаю, получился хороший, комфортный дом. 246 квадратов. Средняя стоимость получилась у нас где-то 1460-1450. Где-то так мы сейчас просчитываем уже окончательную стоимость. Ну, достаточно комфортная цена, я считаю, для такого дома в 246 квадратных метров. Дом семейного типа Парфеновых стал седьмым в городе и юбилейным 50-м в Могилевской области. Совсем скоро откроется 51-й в Осиповичах. Сегодня практически все дети находят именно домашний уют, находят своих родителей. Но и с одной стороны мы видим, что дети чувствуют себя комфортно в этой среде. С другой стороны мы все-таки надеемся, что связи с биологическими родителями восстановятся. Четырехлетняя София довольно уютно чувствует себя в дружной семье. Ведь еще недавно в роли мамы у нее была воспитательница в детском доме. Сейчас же, помимо родительской любви, она испытывает и поддержку со стороны уже родных братиков и сестричек. С удовольствием с ними играет, читает и учит стихи. Мама в садик ходила, и ей учительница рассказала мой стих, и мама мне его рассказала. И ты выучила его, да? Да. Но что касается уютных комнат, то совсем скоро они пополнятся практичными подарками. Новоселам вручили сертификаты и паспорта. В числе презентов – корпусная мебель на сумму 10 тысяч рублей от облсполкома, посудомоечная машина и морозильная камера от руководства Бобруйска, ноутбук и пылесос от детского фонда. Мария Бресневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Уходящий год принес белорусам немало положительных эмоций. Наши спортсмены не раз поднимались на пьедестал престижных соревнований. И уже по традиции, которой в этом году исполнилось 20 лет, лучших из лучших награждали во Дворце искусств. Участниками церемонии стали спортсмены и тренеры, которые добились громких результатов. Но не менее насыщенным обещает быть и 20-й год. Впереди у спортсменов главный старт четырехлетия Олимпийской игры в Токио. Сделать выбор было непросто. Ведь на протяжении сезона многие показывали высокие результаты. За победами и званиями стоят годы упорных тренировок, сила духа и характера, невероятная выносливость и смелость. Максим Кембель о великолепной десятке. Бавруйск – настоящая кузница спортивных кадров и рекордов. Город воспитал не одну плеяду без преувеличения великих спортсменов. Петр Янковский, Александр Прокопенко, Игорь Карпенко. Эти имена навсегда вписаны в Олимп белорусского и международного спорта. Но, конечно, время меняется, и на смену кумиров прошлых лет приходят новые легенды. И здесь нельзя не обратиться к статистике. 153 наших земляка входят в списочный состав национальных сборных по разным видам спорта. На главных стартах прошедшего года, вторых европейских игр, бобручане положили в копилку страны пять медалей различного достоинства. И завоевали столько же лицензий, но только уже на главное спортивное событие четырехлетие – Олимпийские игры в Токио. Бокс, легкая атлетика, гребля, дзюдо, самбо, плавание, футбол. Наш город знает вкус побед. Но достаточно разговоров. Мы представляем вам золотую десятку бобруйского спорта по итогам 2019 года. Ирина Курочкина, Игорь Бокий и Нина Савина, Алина Максимова, Надежда Макарченко, гребцы Максим Петров и Виталий Осецкий, самбист Андрей Казусенок, тяжелоатлетка Дарья Наумова и боксер Александр Родионов, который в топ-10 попал впервые. Из этого списка трудно кого-то выделить одного, ведь за плечами каждого из них. Стоят годы упорных тренировок, сила духа и характера, невероятная выносливость и смелость. Поэтому расскажу вам о каждом чемпионе. Победила Ирина Курочкина. Главный старт этого спортивного сезона, вторые европейские игры, стал успешным для нашей землячки Ирины Курочкиной. Мастер спорта международного класса по борьбе. Прошла много серьезных сборов, на которых усиленно тренировалась. Результатом чего стали высокие показатели и грандиозные достижения. Золото главных игр континента. Замброза на чемпионате мира и лицензия на Олимпиаду 2020 в Токио. Конечно, я знала, куда я еду, зачем я еду и старалась выложиться по максимуму. По минимуму, по максимуму. Ну, сделать полностью то, что от меня зависит. Ну, конечно, выиграть не получилось. Ну, то есть, ну, я рада, что у меня есть лицензия. За это я благодарна своему тренеру и людям, которые мне помогают на протяжении всего. Ну, то есть, одна я бы не справилась. Сплавно, но очень быстро переходим от борьбы вольной к легкой атлетике. Нина Савина, рекордсменка Минского полумарафона, где состязались более 40 тысяч участников из 59 стран мира. Воспитанница Бобруйского училища Олимпийского резерва на дистанции 21 километра и 100 метров установила сразу два рекорда – личный и рекорд трассы. Преодолела маршрут за 1 час 11 минут и 24 секунды, обойдя представительниц африканского континента, которые во все времена считались лучшими на длинных дистанциях. До этого я устанавливала тут же на этой трассе, но это было уже в далеком 16-м году, вот поэтому я очень счастлива и очень рада. Я считаю, что трасса одна из самых сложнейших у нас в Минске, считается. Я думаю, она очень силовая, там очень много подъемов, и к этой трассе просто так ее не возьмешь. Невозможно обойти греблю на байдарках и каноэ. Ведь этот вид спорта испокон веков приносит самое большое число медалей различного достоинства. И эта десятка не могла обойтись без представителей этой дисциплины. Надежда Макарченко, Виталий Осетский и Максим Петров – спортсмены, которые не нуждаются в особом представлении. Гребцы и каноисты, входя в составы национальных сборных, бьют рекорды и радуют победами своих поклонников. Но на минуту вернемся на борцовский ковер. Алина Максимова – воспитанница Бобруйского УОРа, победительница и призерка различных республиканских и международных соревнований. Самым ценным успехом стала бронзовая награда на юношеском чемпионате мира, который прошел этим летом в столице Болгарии. Теперь на очереди японский вид боевого искусства – самбо. Представитель Бобруйска школы Андрей Козусенок – опытный и матерый боец. Мастер спорта международного класса, лучший в своей весовой категории. Не только на уровне республики, но и в мире. Андрей также готовится к Олимпийским играм в Токио. От самбо переходим в тяжелую атлетику. Дарья Наумова – серебряная призерка Олимпийских игр в Рио, чемпионка Европы 2019-го. Мастер спорта международного класса. Дарья – одна из главных претендентов на медали главных игр 4-летия в Токио. И золото у Дарьи Наумовой – 136. И, наконец, новичок и самый молодой в золотой десятке – Александр Родионов. Спортсмен, который напомнил всем. Бобруйская школа бокса – одна из лучших в стране. Сейчас Александр находится на сборах, готовится к международному турниру Болгарии. Завоевал золотую медаль в весовой категории до 69 килограммов боксер красного угла римка Александр Родионов, представитель Белоруссии. Их труд не остался незамеченным. Уже по хорошей традиции, которой в этом году исполнилось 20 лет, лучших спортсменов прошедшего года чествовали во Дворце искусств. И сейчас у них есть повод забыть о тренировках. Для них звучат фанфары. Без серьезной финансовой поддержки в спорте не бывает высоких результатов. Руководство нашего города точно знает, сколько стоит победа. Как в материальной составляющей, так и физической. Благодарю спортсменов и тренеров за мужество и целеустремленность. Высокопрофессиональное мастерство. Мы гордимся вами. Ваши победы – достояние нашего города, нашей страны. Достойный пример для подрастающего поколения побручан. В честь победителей – песни, грамоты, награды и признание болельщиков. И сразу же после официальной части мы отправились, так сказать, за комментариями из первых уст. Ведь интересно, какие эмоции испытывают чемпионы. Хотелось бы поблагодарить всех, весь Бобруйск, весь город, который за нас всегда переживает, болеет. Я очень горжусь тем, что наши руководители и руководство сделали такую десятку событий для спортсменов. Каждый год они собираются. Я очень благодарна, что я присутствую здесь. Мне очень все понравилось. Я очень горда за то, что меня выбрали десятку лучших спортсменов, тем более, что это проходит ежегодно. И к этому нужно прийти, не просто так. Поэтому я очень счастлива и благодарна за это. Юбилейная 20-я церемония награждения десятки лучших спортсменов Бобруйска завершилась. А это значит, новый спортивный год для наших атлетов стартовал. И надеемся, что он станет еще более успешным, чем предыдущие. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Какая база данных появится в Беларуси, где расположится наибольшая часть заправок для электромобилей и почему синеку назвали спящей красавицей Европы? О заголовках недели в нашем традиционном дайджесте. В Беларуси создадут базу данных со всеми доходами населения. Не исключено, что она будет запущена в начале 2021 года. Пока детали ее создания обсуждают специалисты Минтруда и Министерство по налогам и сборам. В ведомстве отмечают, в Беларуси налоговые сегодня обладают значительным количеством информационных баз о доходах населения. При этом существует одна проблема – они разрознены. Эксперты предлагают аккумулировать и объединить на одной платформе все эти источники. Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима. Церемония прошла на неделе в Брюсселе. От белорусской стороны подписи под соглашениями поставил министр иностранных дел Владимир Макей. После того, как документ вступит в силу, стоимость шенгена для белорусов снизится до 35 евро. Кроме того, сроки принятия решения о выдаче визы сократятся до 10 дней. В стране расширят сеть электрозарядных станций. В ближайшие два года их количество вырастет вдвое и в 2021 составит около 500 ЭЗС. Почти половина из них будет располагаться в Минске. Сейчас в столице действуют 85 таких станций. Большая из них часть установлена около отелей, спорткомплексов, торговых и бизнес-центров. В Беларуси готовят рекомендации по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата. Такую информацию приводит замначальника Белгидромета Светлана Кузьмич. По ее словам, одно из направлений – необходимость изменения сроков сева и уборки. Также корректировки требуют и сроки проведения некоторых агротехнических работ. К тому же, в прошлый год в стране признали аномально теплым. На территории нашего государства потепление началось еще в 1989-м. С тех пор среднегодовая температура выросла на целых 2 градуса. Французская газета включила нашу страну в 20-ку тур направлений, которые тем, кто любит путешествовать, стоит открыть для себя в этом году. СМИ назвали Беларусь «спящей красавицей Европы» и рассказали, что это одно из наименее загруженных мест на континенте. Беларусь – родина Марка Шагала, особенно отметила газета и архитектурное богатство столицы. Не оставили без внимания удивительную природу и экскурсии в обширные нацпарки. Лучший период для посещения, по мнению французов, с мая по октябрь. В ТОП-20 также попали Индонезия, Грузия, Куба, Япония и другие страны. Сохранить жизнь в Могилевской области стартовала акция «Рождественские дни без абортов», которая продлится до 19 января. В медучреждениях в эти дни не будут проводить прерывания беременности до 12 недель. Женщине предоставят возможность хорошо подумать. К слову, только за 9 дней января в Бобруське родилось 47 детей. Из них 25 девочек и 22 мальчика. О прибавлении в семьях расскажет Людмила Любимцева. Бобручанку Викторию Филипенко на выписке в роддоме встречают самые близкие люди. 2 января появился на свет ее младший сын Егор. И вот пришло, наконец, время отправляться домой. Поздравить маму и увидеть новоиспеченного братика пришел и старшенький Женя, который, так же, как и родители, с нетерпением ждал этого яркого момента. Знаете, пока еще как-то непривычно, конечно. Даже именем называю первого сына. А так уже как свое родное, конечно. Очень счастливы, ждали все вместе. Поэтому очень-очень рады. 2 января в 18.10 супруга позвонила, обрадовала данной новостью, поздравила с Новым годом. Так получается, что подарок на Новый год хороший. К Рождецу, к новогодним праздникам получился очень замечательный подарок, который мы все очень рады, ждали, довольны. Что может быть лучше и приятнее в жизни, чем у рождения ребеночка. А вот Юлия Акушевич мамой стала впервые. Долгожданный сын, которого женщина назвала Марком, родился 6-го числа. На днях она тоже отправится домой и с головой икунется в приятные семейные хлопоты. Ощущения, сейчас вот начинаю вспоминать, так мурашки по коже. Но их обычно не передать словами. Ну, счастье будет звучать красиво. Акушевич Марк Сергеевич. Так, громко. К слову, всего в Бобруйском роддоме с начала 2020 года на свет появилось 47 малышей, 25 девочек и 22 мальчика. Кстати, согласно статистике, дети активно рождаются во второй половине дня, а также ночью. Хочется отметить то, что в 2020 году рождаются дети, которые будут жить в 2100 году. Это 22 век. При нынешней продолжительности жизни, я думаю, они его встретят и еще поживут в нем. В Могилевской области проходит акция «Рождественские дни без абортов», которая продлится до 19 января. Во время этого периода не будут проводить прерывание беременности до 12 недель по желанию женщины. Ей предоставят возможность хорошо подумать и принять решение. Исключение составит прерывание беременности по медицинским показаниям. Весь акцент на то, чтобы доказать – дети – это радость жизни. Людмила Рябинцева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. В силу классической музыки праздничная традиция, о которой мы расскажем, еще только начинает писать свою историю в Бавруйске. Но уже можно сказать точно – рождественский бал претендует на высшую категорию эстетического наслаждения. Платье в пол и фраке, живая музыка и огонь в глазах у всех без исключения, наши корреспонденты погрузились в атмосферу танца. Бал, который не похож на традиционный. Самое главное отличие – в нем участвуют только супружеские пары. Василий и Анна или иных в первый раз открывали для себя это мероприятие. Супруги в браке уже 8 лет воспитывают двоих детей, поэтому ценят каждое мгновение, проведенное вместе. Да и закружиться в танце частенько просит душа. Нам было немножечко проще, чем остальным людям, наверное, потому что занимаемся фотографией, есть наряды. И как-то вот в этой сфере работаем. А почему? Ну, интересно. Интересное мероприятие. Это же лучше, чем как сейчас уходят в клубы. Не умеете танцевать – не беда. Организаторы позаботились и об этом. Вас научат крушить в вальсе, красиво исполнять полонез прямо здесь и сейчас. Это тоже одна из фишек рождественского балла, который уже проходит в Бобруйске в пятый раз. По словам организаторов, зарегистрировалось 25 пар, однако пришло 35. Этот факт еще раз подчеркивает популярность мероприятия. Подобрали танцы очень простые, очень эмоциональные, так, чтобы пары могли раскрепоститься, так, чтобы семейные пары могли почувствовать себя ближе, почувствовать вот эту атмосферу бала и атмосферу Рождества, атмосферу праздника, добра, тепла. Нельзя не отметить, что бал проходит под патронажем благотворительного фонда «Открытые сердца», главная задача которого – сохранение традиционной семьи. Ведь это неоспоримая базовая ценность, которая хранит в себе культуру личности и духовную нравственность. Мы в 2013 году, у нас такая появилась мысль, сделать балы для наших волонтеров, которые занимаются защитой жизни семьи. И мы поняли, что этот формат общения людям очень нравится. Вот, супруги проводят время вместе, с большой благодарностью потом отзываются по этих балах. Но достаточно слов. Небольшая репетиция и пары закружились в танце. По самым строгим канонам первый танец – полонез. Был и вальс, и пасадобль, платье в пол и фраке, живая музыка и живой огонь в глазах у всех без исключения. Очень интересно, совершенно другие эмоции и чувства. Это что-то новое. Тот, чего мы не имеем в повседневной, в обыденной жизни. Считаю, что это нужно внедрять. И такие мероприятия нужно проводить. Очень нравится. Я здесь первый раз. Друзья пригласили. Необычный опыт. Вообще, первый раз в такой обстановке нахожусь. Праздничный. Поэтому все очень хорошо организовано. Очень рада, что мы здесь сюда попали. Праздничная традиция пусть еще только начинает. Писать свою историю в Бобруйске. Но уже можно точно сказать, это красивое и атмосферное событие претендует на высшую категорию эстетического наслаждения. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Украинский лайнер был уничтожен ракетой. Эта новость накануне стала шокирующей для всего мира. Власти Ирана подтвердили, что самолет компании Международная авиалиния Украины был сбит в небе над Тегераном. Но подчеркнули, что это произошло в результате человеческой ошибки. Как такое вообще могло произойти? Смотрите далее. По словам военных, самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных объектов. И по форме, и высоте полета напоминал вражеский объект как раз в момент обострения конфликта США. Президент Ирана уже заявил, что сожалеет от опущенной ошибки. Кроме того, он распорядился установить виновных в этой трагедии. И пообещал довести до конца расследования катастрофы украинского самолета. Напомню, в среду 8 января Boeing 737, который летел рейсом Тегеран-Киев, потерпел крушение, едва набрав высоту. Среди погибших граждане Ирана, Канады, Великобритании, Украины, Германии и Афганистана. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправляется на следующей неделе в Вашингтон, чтобы подписать Соединенными Штатами давно ожидаемое финансистами соглашение. Планируется, что документ под названием «Первая фаза» будет подписан 15 января в Белом доме. Соглашение позволит снизить градус напряженности в экономическом противостоянии, обострившемся в 2018 году. Десятки тысяч австралийцев вышли на акцию протеста в Сиднее. Митинги проходят на фоне катастрофических пожаров, которые унесли жизни более 20 человек. При этом погибло свыше миллиарда животных. Участники акции потребовали отставки австралийского премьера. По их словам, он не уделяет должного внимания проблемам климата и не справляется с ситуацией. Активисты также призвали к переходу на новые, более экологичные виды топлива. Австрийские власти планируют обязать супермаркеты бесплатно отдавать благотворительным организациям просроченные, но еще годные к употреблению продукты. Данная мера закреплена в рабочей программе нового кабинета министров страны. Австрия – не первая страна в Европе, где сделаны подобные шаги. Запрет магазинам выбрасывать просроченные продукты с 2016 года успешно функционирует и во Франции. Спорт, который помогает победить свой страх. Речь о боксе. На неделе прошла уже третья по счету матчевая встреча представителей из России и Белоруссии. В этот раз выйти на ринг решили более 70 участников. Парни и девушки проявили настоящий бойцовский характер и невероятную волю к победе. Десятки именитых бобруйских боксеров своими кулаками прославляли наш город на республиканской и международной арене. Будь то профессиональный или любительский ринг. Воспитать настоящего спортсмена, как считают многие тренеры, без боевой практики и спаррингов невозможно. Как раз матчевая встреча между представителями разных стран как нельзя лучше подходит для этого. Милана Нестерович. Частые удары и блоки. Бой прошел в духе честной спортивной борьбы. Милана грамотно действовала, не подпуская близко соперницу, хотя, стоит признать, часто класс россиянки брал свое. Девушки продемонстрировали свои лучшие бойцовские качества. Хоть и говорят, что на ринге нет друзей, за его пределами все участники матчевой встречи – настоящие друзья. Так как соперница немножко компактнее, чем я, ну, в физухе она сильнее. Мне тренер ставил задачу не пропускать удары и работать на дистанции и передвижениях, чтобы не пропускать много ударов. Я рада, что тренер мой доволен к какой-то степени. И я поняла, как надо работать с такими соперницами. Более 70 спортсменов – представители школ бокса Беларуси и России. Это цифры матчевой встречи. По словам организаторов, важен не сам результат, а обмен опыта между спортсменами и тренерами двух стран. Но нельзя, конечно, не отметить тот факт, что и бобручане не ударили в грязь лицом перед нашими гостями. Есть как начинающие только ребята, а также есть уже более опытные победители даже своих стран, своих регионов. Поэтому уровень разный. Но мы с таким прицелом и делали, чтобы обхватить разный уровень ребят и разный возраст. Уже не первый год сборы в нашем городе проводят боксеры из столицы России. Эта матчевая встреча для москвичей стала заключительным этапом перед внутренним чемпионатом. Но а на вопрос, почему выбрали местом подготовки именно Бобруйск, тренеры отвечают очень просто. Ну, во-первых, здесь училище Олимпийского резерва, где очень много спаррин-партнеров приличного уровня, соответствующих по классу. И мы учимся у наших белорусских оппонентов, они учатся у нас. Ну и, конечно, дружеские отношения. Эта матчевая встреча уже третья по счету. То есть, можно смело утверждать, это хорошая спортивная традиция. География участников постоянно расширяется, что также подтверждает популярность турнира, проводимого на Бобруйской земле. Да и сами спортсмены показывают настоящую страсть на ринге. Ни результаты, ни медали. Самый важный бокс объединяет людей разных взглядов и интересов. Помогает обрести новых друзей и узнать, на что ты способен. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Образ ведущей создан благодаря салону красоты Beauty Lab на Советской 83. С вами была Мария Бересневич. Увидимся в следующее воскресенье. До встречи и хорошей рабочей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова